Должен уметь знать каждый. Мастер-класс по применению средств защиты от оружия массового поражения провели в Киевском метро. Также на выставке показали оборудование гражданской обороны. Среди экспонатов 14 моделей противогазов от военных до гражданских. Со спецмиссией на станцию метро «Золотые ворота» спешат Саша и Максим. Я сегодня с другом приехал, чтобы посмотреть на выставку гражданской обороны, посмотреть на эти все противогазы. Я еще не одевал, нас в школе не учили. Не только посмотреть, но и научиться надевать противогаз на мастер-класс приглашает Максима, инструктор Олег. Все правила сразу применяют на практике. Вот шлем-маска, вот сам фильтр. То есть ты берешь, закручиваешь ее, вынимаешь вот такую пробочку отсюда. То есть, ну, как вы видите, уже пробочки нет. Один раз отворачиваешь. Делаешь глубокий вдох и ложишь подбородок вот сюда. Чтобы одеть этот противохимический костюм, усилий понадобится больше. Он состоит из отдельных деталей. Среди них маска, шланг, дыхательный мешок и патрон. Последний наполнен специальной химической смесью. При выдыхании превращает углекислый газ в кислород. Можно находиться в полностью неприспособленной для выживания человека среди какое-то время. Абсолютно любое заражение, вплоть до полного затопления помещения. То есть с ним можно нырять под воду на глубину до 4 метров. А вот такой противогаз используют в боях. В него встроены защечные фильтры. Они не мешают вести стрельбу. Представленные экспонаты позволяют отследить эволюцию средств защиты от 60-х годов до современных. Менялись они только качественно. А вот правила их применения и поведения в случае массового поражения неизменны. Самое-самое первое и самое важное – это не паниковать. То есть чем больше будет организации в проведении этих мероприятий, то есть по эвакуации, либо по покиданию задымленных помещений, тогда на 90% увеличиваются шансы минимизации каких-либо рисков, связанных для жизни и здоровья людей. Инструктаж и выставку «Дышать» проводят в Киевской подземке неспроста. В случае массового поражения она станет самым большим укрытием для населения. Ярослава Гурбик, Ярослав Матяш, Юэй Тиви